Некоторые из вас не раз обращали внимание, что на шпилях многих старинных соборов в Европе установлены не христианские кресты, а петухи. Железные, медные, даже золотые. Церковь утверждает, что петух – это якобы христианский символ. Так, по официальной истории, еще в IX веке Папа Римский Николай I якобы издал указ, согласно которому каждый католический храм должен был быть увенчан фигуркой петуха, символом церкви и апостола Петра. Но это поздняя выдумка и к реальности не имеет никакого отношения. Святой Папа Римский Николай I Великий никогда не существовал и был придуман в XVII веке. В доказательство. Николай I был первым, кто использовал сборник сочиненных от имени бывших Пап писем, декретов и посланий, а также своды церковных правил. В этом сборнике он якобы тоже оставил и свои послания, и указы. Но еще в 1628 году авторитетнейшими французскими богословами было официально доказано, что этот сборник с указами Папа Римского Николая I – откровенная подделка XVII века, что вскоре признала и сама церковь. Это все к тому, что никакого указа об установлении петушков на храмах не существует и никогда не существовало. И любой разговор о том, что фигурка петуха размещалась на шпилях соборов и монастырей с глубокой древности – это тоже откровенный подлог. Нет, сама фигура петуха или его символ реально известен давно, еще в дохристианскую эпоху, но первое размещение его на шпилях христианских соборов и монастырей не превышает и 500 лет. Главное уточнение. Сегодня разговор пойдет не об общем значении петуха в жизни, обрядах и верованиях древних людей, а только о применении его на шпилях христианских соборов и монастырей. Точнее, когда его впервые стали выставлять на шпилях соборов и монастырей. И главное, почему. О петухах на шпилях написано много, но мало кто задумался о времени появления их на соборах и монастырях и о причине почти одновременного их появления почти во всех странах и материках. А это очень интересно. Сразу скажу, что это моя версия, но при внимательном ее изучении вы найдете для себя много интересного, связанного с катастрофой XVI века. Когда я стал рассказывать о петушках на шпилях, многие из вас наверняка сразу же вспомнили знаменитую сказку Александра Пушкина о золотом петушке. Вот мудрец перед Адоном встал и вынул из мешка золотого петушка. «Посади ты эту птицу», — молвил он царю, — «на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, или набега силы бранной, или другой беден незванной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется». Дело в том, что этот петух традиционно считался символом бдительности. Ему приписывали даже разнообразные магические свойства. Петух не только возвещал своим криком о наступлении каждого нового дня, но также по народным поверьям отпугивал нечистую силу, предупреждал о возможных болезнях, отваживал от дома воров, и даже предупреждал непогоду, катаклизмы и пожары. И последнее очень интересно в рамках моего расследования. Для начала, Рижский домский собор, кафедральный собор – главный символ и достопримечательность города Риги. Название собора происходит от латинского выражения «Domus Dei», что обозначает «дом Бога». 25 июня 1211 года Епископ Риги Альбрех фон Бесгевден Основал в Риге новый собор, но по официальной истории в первой плане 16 века собор был почти полностью уничтожен. О характере глобального разрушения говорит отсутствие второй башни собора. Первоначальных было две. На восстановление второй башни банально не хватало денег. По официальной истории собор был уничтожен якобы во время всеобщей реформации религиозных войн в конце 30-х – начало 40-х годов 16 века. А по местной легенде от страшного урагана наводнений и пожара, произошедших в первой плане 16 века. Точнее, в конце 30-х – начало 40-х годов 16 века. Как я уже не раз говорил в своих предыдущих видео, историки скрыли глобальную катастрофу 16 века и выдали ее за религиозные войны реформации. Мол, сами все пожгли и взорвали. Но вернемся к петушкам на шпилях. Оказывается, Рижский собор тоже заимел петушка на своем шпиле. Но когда он там появился впервые, и это весьма интересно. Историки утверждают, что первый петух якобы был посажен на шпиль собора еще в 1491 году. Но эта байка противоречит фактам. В 2015 году петушка сняли со шпиля собора, в очередной раз отреставрировали и заново покрыли позолотой. И тут самое интересное. На этого петушка нанесли надпись я копия своего предшественника, домского петуха, родившегося в 1559 году, наряженного в 1666 году и позолоченного огнем в 1777 году. То есть, первый петушок появился на соборе в Риге лишь в 1559 году. И почему он появился именно в 16 веке? Многие историки связывают появление петушков на шпилях с историей раннего христианства. Мол, петух изображается в связи с евангельским мотивом об отречении Петра, сцены которого любили изображать на раннехристианских фресках. Согласно Библии, когда апостол Петр открыто признался в своей преданности Иисусу, Иисус ответил ему «Истинно, истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Поэтому петух является якобы персональным атрибутом святого апостола Петра. Но эта версия не верна в корне. И вот почему. Во-первых, петух размещался не только на соборах и храмах в честь святого Петра. Петуха можно было встретить практически на шпиле собора или монастыря в честь любого святого. Так что к Петру петух никакого отношения не имеет. Это современная церковная байка. Во-вторых, все забывают, что петух на шпиле это не просто красивое изображение некой птицы. Это в первую очередь флюгер. А флюгер это устройство для определения направления ветра. Так вот, после страшной катастрофы шестнадцатого века, уничтожившей все живое-неживое, когда на Европу обрушился страшный огненный метеоритный дождь, пронесся страшный ураган и хлынула откуда-то с севера огромная волна цунами, можно сказать, настоящий библейский потоп, на многих шпилях церквей, соборов и храмов почти одновременно и появились флюгера с изображением петухов. Рига крупный портовый город, и ее жизнедеятельность всегда напрямую зависела от погоды и от направления ветра. Вот почему рижский петушок выполнял свою главную функцию, функцию флюгера. Когда с Балтики дул сильный ветер ураган, в Риге затапливало первые этажи и срывало крыши с домов. Жители часто спасались бегством из города или отсиживались на высоких этажах своих жилищ. Именно поэтому на церковных шпилях Риги не кресты, а петушки. Церкви были самыми высокими постройками города того времени, и флюгеры на них были видны со всей округи. И местные жители всегда знали, откуда и когда ждать беды. А 16 век, как я уже не раз рассказывал на своем канале, был самым насыщенным по количеству страшных наводнений, пожаров и ураганов, когда почти вся Европа буквально лежала в руинах. Идем далее. Церковь Крайст Черч также известна, как Собор Святой Троицы или Собор Христа. Главный кафедральный собор Дублина, Ирландия. Собор якобы основан в 1031 году королем викингов ситриком Шелковая борода для первого архиепископа. И хотя дата основания минимум на 200 лет явно завышена, не суть. В первой плане 16 века этот уникальный собор был разрушен до основания и отстроен заново только в начале 17 века. Но первым делом на главной башне вместо креста на нем поставили флюгер в виде петуха. Но не странно ли, как только в мире произошла страшная катастрофа, на шпилях церквей, соборов и храмов стали срочно устанавливать флюгера в виде петуха. Совпадение? Не думаю. Ну ладно там Европа со своими тараканами. А что у нас в московском государстве было в 16 веке? Оказывается, и у нас тоже в 16 веке петухи дружно появились на многих церквях и соборах. Для примера. В 17 веке московское государство посетил известный голландский политик и картограф Николас Витцен. Во время своего путешествия он подробно описывал и зарисовал города и мелкие поселения на момент 17 века. Так вот, на многих его рисунках, на шпилях православных церквей и монастырей вместо крестов изображены петухи. Смотрите сами. Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. В 1538 году деревянный монастырь сильно пострадал, точнее сгорел дотла. И в 1541 году начинается каменное строительство. Сначала церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а спустя еще 10 лет и каменных стен с башнями. Но главное, на новой отстроенной только что в 1541 году церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы размещен не православный крест, а петух. И это в 17 веке. Как видите, церковь в честь Пресвятой Богородицы, она не петух, так что святой апостол Петр тут явно ни при чем. Идем далее. Новоторжский Борисоглебский монастырь, мужской монастырь Тверской епархии Русской Православной Церкви, расположенной в городе Торжке Тверской области. Официальная история говорит, что до 16 века об этом монастыре нет никаких сведений, он не существовал. Многие историки и археологические находки на его месте подтверждают, что мужской монастырь был впервые построен тут лишь во второй половине 16 века. И на новом монастыре 16 века сразу же появляется не православный крест, а опять петух. Совпадение? Не думаю. И опять монастырь к апостолу Петру никакого отношения не имеет. Даже на фрагменте рисунка Казани 17 века на шпилях церквей и соборов, построенных в конце 16 века мы опять видим все тех же петухов. На другом фрагменте отчетливо видно, что петух это обычный флюгер, а не какой-то там символ апостола Петра или один из атрибутов страстей господних, как уверяют нас современные богословы. Даже стрела для направления ветра имеется. И опять флюгер в виде петуха. Не для того, чтобы рассвет встречать или отгонять злых духов, а знать откуда ветер дует или откуда ждать беды новой катастрофы. С конца 16 века петухи можно было увидеть на шпилях почти всех городов Московского царства. Вот гравюра начала 17 века с городом Старая Кашира на юге современной Московской области. Для справки, по официальной истории до 1531 года город Кашира был полностью деревянным, как и его церкви. К середине 16 века город был практически уничтожен и до начала 17 века находился в запустении. Но в начале 17 века Старая Кашира была отстроена заново. Чуть позже на противоположном берегу отстроили и новую Каширу, но не суть. На шпиле главного собора Каширы 17 века мы опять видим петуха. Как только строили новую церковь или монастырь во второй плане 16 века или в начале 17 века, то есть сразу после катастрофы, изначально всегда размещали на шпиле флюгер петуха. Все вышесказанное также указывает и на то, что петухи не имеют никакого отношения к лютеранству или католичеству или вообще к любой секте реформации в Европе того времени, так как петухи ставились на всех соборах без разбора. Интересное дополнение. В 1696 году знаменитый немецкий путешественник и картограф Адам Алярий издает книгу описания путешествия в Московию, в Персию и обратно. Во время своего путешествия в Персию он описал и зарисовал портовый город Моха. Мусульманский еменский город на Красном море, в честь которого и был назван знаменитый сорт кофе Моха. Моха это мусульманский город с мечетями, но на шпилях мечетей мы видим флюгера в виде какой-то птицы. Я не исключаю, что это все тот же петух, ведь для мусульман петух тоже имеет большое сакральное значение. Пророк мир ему и благословение сказал, петух птица, которую я люблю и любит ангел Джибрил. Петух бережет от шайтана дом его хозяина и еще шестнадцать домов по соседству. И напоследок интересны слова одного из лидера религиозных движений в Европе шестнадцатого века, немецкого проповедника Мельхиора Хоффмана. В 1533 году он был арестован за ересь в Страсбурге и окончил свои дни в тюрьме. В конце своей жизни в сороковых годах шестнадцатого века он оставил интересную запись в своем дневнике. На руинах прошлого мы построим новый мир. Что он имел ввиду? Про какие руины он упоминал? Вопросы, вопросы и одни лишь вопросы.